и так шикарнейшее место кристалл ривер я припарка вот моя машинка припаркована и мы поехали на лодочке холодно очень холодно сейчас около 10 градусов тепла короче говоря пошли king bay park красота какие деревья шикардосные просто хорошенький хорошенький такой отельчик и вот его держат немцы вот наша лодочка такая красивая трофе там есть грек на лодке и будем будем готовить на лодке итак поехали так теперь анджела села за руль робот снимает деловой колбаса сказал поехали и взмахнул рукой ой как здорово как здорово как здорово как здорово как здорово вот такую я хочу доску себе купить и надувную доску вот так встал и поехал в кофточке и в штанишечках вот пожалуйста вот это вот большой гараж туда поднимают лодки и они там хранятся за это надо что-то платить понятное дело ой как здорово блесю девочка чихнула какая красота Боже, как я люблю воду. Какая красота. Но в срочной ночи я пыталась влезла ее, и она сказала, нет, я не буду. Я даже не спросила, почему. Какая причина. Боже, как красиво. Смотрите, мы сейчас увидим сотню Манати. Вот она, Манати, вот она. О, Господи. Вау. Мы выключили мотор и просто плывем. Манатушечка ушла куда-то. Боже, как красиво. Обалдеть, можно. Он забыл свою еду в машине, хохочет. Он сюда с собой берет еду. Я говорю, ну какой ты молодец. Ну потому что он ест только то, что он ест. Рыбка поплыла. Yeah, fish. Боже, как красиво. Боже, как же это красиво. Чистейшая вода. Я в купальнике. Прохладненько немножко, да, да, да. Вон сколько рыбы, вон. Вон сколько. Смотри, Роберт, look at this. И тут включилась музыка, и мне пришлось убрать весь звук. Вот мы проплываем под мостом. Вода потрясающая, кристально чистая. И река называется Crystal River. Кристальная река. И вот за нами каяки. Я говорю, жить вот в таком месте, в этом чуде. Утром проснулся, рыбку поймал, тут же поджарил. Господи, жизнь удалась. Что еще надо для полноценной жизни, для счастья? Ну, конечно, в нашем возрасте, да, молодым, конечно, тут делать нечего. Какая чистейшая вода. Я так еще прыгнул в эту воду, поплавал с утра или вечером перед сном. Боже мой. Ну реально, просто жизнь удалась. Я бы хотела, конечно, Роберту, говорю, хочу здесь дом. Давай покупать здесь дом. Ну, тут цены, конечно, кусаются. Тут цены будут раза в полтора выше, чем, ну, обычно. Потому что все, что возле воды, конечно, цена стоит. Цена домов, конечно. Он мне показывает, мне нравится тот дом, а я говорю, мне вот этот дом нравится. Вот тут постоянно приходят манать. И, собственно, они всегда здесь живут. И зимой, и летом, и весной, и осенью. Вот так купить какую-то лодочку, какую-то, вот такой понтунчик. И просто кайф. И можно на этой лодочке ночью спать прямо на реке. И вот такой дом на воде. Да, конечно, это сказка. Вот такой дом на воде можно, собственно, арендовать в Сейнфорде. Но это дорогое удовольствие. По-моему, в день это обойдется долларов в 600 или в 700. Ну, так собраться в компании человек 6-7, и по сотке скинуться, и нормально. Там реально большая спальня, кухня, и туалет, и душ, и все это прочее. Как я люблю воду. Я могу жить вообще на воде, постоянно смотреть на воду. Я бы вообще все время проводила бы на воде. И вот такие вот домики. Я же думала купить себе понтун, и там настроить себе палатку. И вот, ну, проблема с парковкой на машине. Проблема, что машину нигде не оставишь. Вот так вот унесет лодочка твоя. Это вот люди вон заплатили деньги, чтобы их сюда вывезли. И они ныряют, смотрят на Манати. По-моему, где-то около 40 долларов стоит. Такое удовольствие. Можно было мне тоже поплавать, но почему-то я побоялась. Холодно было очень реально. Не то чтобы побоялась, но как-то даже... Вот еще Манати, мамочка Манати плывет. Ну, как-то не хотела задерживать даже, что ли. Как-то когда одна, это одна. А так вот это... Кого-то держать. Ну, и реально было достаточно прохладно. Очень красивые, конечно, места. Вот эти проливы. Шикарные. Очень много людей. И, конечно, люди мешают Манности. Конечно, они их ранят своими. Вот особенно эти лодки. Очень много раненых. Вот этот дом понравился Роберту. Да, конечно, только мечтать остается о таком домике. Мне мелькнула мысль продать свой дом, купить где-то здесь. Потом, ну, не-не-не. Все-таки Орландо это Орландо, а тут нет. Если бы какой-то маленький земельный участочек здесь бы купить, да. Вот я тоже показываю. Посмотри, какое чудо, какой домик. Так лодочку припарковал. Надо тебе. Поехал, понаслаждался. Покатался. Покайфовал. Небо посмотрел. Опять же, вечером рыбку поймал, поджарил. Что еще для жизни надо? И вот там вот трейл. Там люди, у которых нет лодок. Вот они ставят машины в парке. И вот они гуляют. Вот там смотрят. Могут посмотреть на Манати. Вот оттуда, с той стороны. Тут, конечно, тоже есть аллигаторы. Но, по всей видимости, они боятся людей. И вот тут, по всей видимости, их просто быть не может. Потому что, ну, они же тоже не дураки. И вот эти вот видные каяки. Вот это пластмассовый. А вот голубенький каяк, это надувной. Вот такую вот. Я тебе хочу купить доску себе. Ну, я не знаю, смогу ли я на ней плавать. Но она маленькая. Она сдувается и складывается в рулончик. Чистейшая вода. Просто потрясающая. Люди, конечно, дома не сидят. Несмотря на то, что прохладно. Вот все тут тысячи каяков. И еще, как бы, утро. Еще только около 11 часов утра. Еще достаточно прохладно. А днем, конечно, будет хорошо. Днем уже будет под 20-25 градусов тепла. Вот мы все смотрим на манати. Манати, как я уже сказала, ламантины. Ламантины или морские коровы. Самые, наверное, приятные животные морские. Это, ну, после дельфинов. Дельфины и манати. Я сколько раз с ними плавала, трогала их за животик. Они такие тепленькие, такие приятные. Да, красота, конечно. Там, где вода, там красота, там жизнь. Там чудо и счастье. И вообще нечто просто совершенно невероятное. Вот так созерцать воду, особенно такую прозрачную. Потому что вода разная. Если вода мутная, там неприятная, вот такая прозрачная, конечно. Она радует глаз и радует сердце. И просто успокаивает. И просто хочется в этот момент думать о чем-то очень хорошем. Она осветляет, чистит, наверное, душу и голову. И вообще вот такая вот одна поездочка. На этом корабле. Ну, на маленькой лодочке на этой. И все. И жизнь удалась. Реально жизнь удалась. Мы, наверное, провели на лодке на этой часов, наверное, пять за целый день. Я уже думала, вот сейчас сижу и наговариваю. Потому что из-за того, что музыка заблокировала видео, мне пришлось ее отключить. То есть и музыку, понятно, и звук, и все, о чем мы говорили. Хотя все говорили на английском языке. Это никому не интересно. Да. Это, конечно, чудо. И сюда, собственно, надо ехать два часа, два с половиной часа от Орландо. И сюда можно приехать в любой момент. Поставить машину. Взять каяк и просто покататься. Это не будет не стоить ничего. Ну да, это будет стоить бензина какого-то, понятное дело. Каяк нужно купить надувной, либо не надувной. И вот можно провести весь день здесь, в этой красоте, с этими манатей. И это просто, наверное, я считаю, что чудеснейшее время. И даже трата денег на это чудо. Вон еще одна манатя пошла. Вон она, красавица, маленькая. Мамочка тоже. Я мало манатя сняла, но я их очень много видела. Просто не успевала камеру доставать. Они очень быстро уходили из-под камеры. Люди наслаждаются. Здесь поплавать можно даже сейчас тоже. Опять же, тут неглубоко. И поэтому, если вы взяли свой каяк, приплыли сюда и поплавали... КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ